Традиционная акция «Мы из бессмертия» прошла в Пятигорске. У воинского мемориала, где покоятся защитники Пятигорска, горожане почтили память всех павших в Великой Отечественной войне. Благословен Бог наш всегда, ныне и пресно, и во веки веков. По многолетней традиции в Пятигорске в День Победы на воинском мемориале звучит молитва о погибших в Великую Отечественную. Акция «Мы из бессмертия» началась с молебна, которую провел архиепископ Пятигорский и черкесский феофилакт. Почтить память ушедших земляков собрались горожане, гости курорта, духовенства и представители власти. Христос воскресе! Воскресе! Эти слова особенно звучали в 1945-м. Тогда, кстати, так же, как и в этом году, Пасха была так рядом с Победой. Впрочем, всегда Победа и Пасха рядом. Потому что в Пасхе победил Христос смерть, а в нашей русской Пасхе 9 мая наш народ победил проклятие. Наш народ победил вероломного и жестокого врага. Наш народ победил и навсегда остался победителем. Как говорится в Евангелии, нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя. На протяжении веков вера укрепляла воинский дух, помогала солдатам преодолевать трудности и лишения службы. И подвиги воинов минувших времен – пример для современных военнослужащих. Сегодня многие из них на фронте, как казаки-терцы, участвующие в специальной военной операции. Ребята, вот сегодня, я поздравляю с праздником, отправляю праздничные дни, ребята спрашивали, а парад будет? Говорю, будет. Ребята радуются, потому что парад той победы, их дедов проходят, и они надеются, что скоро будет. И парад в честь их победы. А победа будет. Победа над всем. Победа над врагом, победа над ненастями в жизни. За время Великой Отечественной войны с Пятигорска на фронт было призвано 22 тысячи человек. Не все из них встретили День Победы. Сегодня они вместе с потомками в строю бессмертного полка. Дедушка Коля воевал, встретил победу в Бутапеште. У него есть медаль за взятие Бутапешта. И мой второй дедушка также очень много воевал, был танкистом. У меня семья военная, очень много кто воевал. У меня прапрадед воевал под Сталинградом, там погиб. Сейчас его портрет находится на Аллее Героев. День Победы – это особенный праздник. Праздник со слезами на глазах. Всегда трепетная минута молчания. В память о погибших в годы Великой Отечественной. Троекратные залпы за орудий, венки и цветы к вечному огню, бумажные голуби мира, украсившие панал славы. День Победы – это очень важный праздник. Этот день мы должны никогда не забывать, потому что победа, которую нам Господь послал, эта победа нам позволяет жить, развиваться, созидать. И не просто для себя, а для всех. Потому что наши защитники нашей Родины, они действительно воевали не только отвечая, оставивая интересы своей семьи, но все на многонациональном нашей Родине. А праздник продолжается песнями, театральными сценками, угощением из полевой кухни. Как продолжается сама жизнь. Жизнь, дарованная нам подвигами героев войны. Мария Осинина, Елена Христосова, Артем Соломенцев. Студия «Благословенный Кавказ».